Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о вопросе, который мучает умы специалистов по настройке Яндекс Директа, а в частности именно по настройке RSI. И вопрос заключается в том, как же правильно отключить нерелевантные площадки, чтобы на них не было показов нашей рекламы. Какой логикой вообще руководствоваться, на что ориентироваться. Ну и конечно же главный вопрос это как снизить расходы на RSI за счет отключения этих самых ненужных нам нерелевантных площадок, которые съедают наш бюджет, но приносят слишком большой процент отказа. Этот вопрос достаточно очень важный, потому что именно 90 процентов клиентов, которые приходят на ведение, сталкиваются именно с этой проблемой. Меня зовут Алена Полюхович и надеюсь сегодня я помогу кому-то сэкономить несколько десятков тысяч рублей. Рекламная сеть Яндекса это сайты-партнеры, аффилированные Яндексом, которые имеют право размещать на своих сайтах, блогах, вот эти вот рекламные блоки с рекламой. Сейчас они насчитывают около 40 тысяч площадок, это также еще сюда входят и сами продукты самого Яндекса. И конечно все эти площадки генерируют нереальное количество трафика, но вот однако вопрос с качеством этих площадок, он конечно остается открытым. Изначально RSI была сетью с достаточно жесткими требованиями и правилами, чтобы попасть в нее. Сайт должен был быть достаточно качественным и конечно он еще должен был соответствовать куче всевозможных требований, но в последнее время туда стали просачиваться не самые скажем так качественные площадки. Ну вот конечно с кликиванием например грешат не только некачественные сайты, так например в одно время у такого сайта, такой площадки как авито, если ты заходишь например на нее через телефон, там сразу же всплывал огромный баннер и конечно же человек не специально мог просто промахнуться, кликнуть и перейти на сайт рекламодателя, что рекламодателю конечно же приносило некачественный трафик. Чем же плохие сомнительные сайты вырося? Ну конечно же это накрутка кликов, то есть кликивание с целью заработать. Также это некачественный трафик, когда человек, пользователь совершенно случайно нажал на рекламу сам того не зная, не ведая, не хотя. Когда мы заходим с планшета или смартфона особенно, то нас встречают всевозможные например всплывающие баннеры, они появляются резко, человек не успевает среагировать и конечно он случайно промахивается, нажимает на рекламу, переходит на сайт рекламодателя, но это ему было совершенно не интересно, но деньги вы потратили. Также сильная заспамленность рекламы, то есть когда наш баннер не будет видно среди тысячи других баннеров. Ну и конечно последняя причина это то, что если у вас сильно агрессивная реклама скажем так, то пользователь сразу же у него снижается лояльность и доверие к вашему бренду и при переходе на ваш сайт у него уже где-то подсознательно будет такой негатив к вашему бренду, а это естественно снижает конверсию. Именно поэтому сегодня я вам расскажу как быстро и просто отминусовать такие негативные площадки и радоваться жизни, ну а в будущем вы сможете сэкономить не одну сотню тысяч рублей для своей компании и для будущих своих затрат. Ну и конечно же вы не создадите ауру вокруг своей компании такого негатива. Ну а перед тем как заняться чисткой площадок нужно запомнить основное правило по которому мы отключаем нерелевантные площадки. Итак отключать площадки следует тогда, когда они не приносят вообще никаких конверсий, но там достаточно большое количество показов, либо же если конверсии слишком дорогие, что невыгодно рекламодателю. Ну и конечно прежде чем отключить площадку попробуйте изменить сам креатив, возможно изменить картинку, заголовок, текст, прописать какие-то другие преимущества, какие-то скидки акции, возможно прописать если вы не прописывали какие-то уникальные торговые предложения, либо же изменить их. И вот если даже после этого площадка не дала вам никаких конверсий или конверсий подешевле, тогда смело можете ее отключать. Ну а прежде чем я начну вам показывать как непосредственно почистить площадки, напишите мне в комментариях был ли у вас опыт с настройкой RSI именно в директе и какой он был негативный или же положительный, возможно с какими-либо проблемами вы столкнулись. Ну и так первое что мы делаем это конечно же входим в наш аккаунт, кстати интерфейс Яндекс Директа изменился, напишите в комментариях было ли бы вам интересно посмотреть ролик по новому интерфейсу Яндекс Директа. Переходим в статистику, статистика по всем компаниям, далее нам нужно будет выбрать мастер отчетов, для RSI подходит именно он, конечно же мы не забываем выбрать нужный нам период времени естественно, например я хочу за 30 дней и далее проставляем следующие галочки это компании, название и тип площадки, конверсии, цена цели, процент отказов, показы, клики, CTR, расход всего рубля и средняя цена за клик, дальше опускаемся в фильтры и естественно здесь мы выбираем нужные нам компании, нам нужны естественно только RSI. Нажимаем показать и сейчас нам сформируется такой красивый отчет, мы можем быстренько кинуть его взглядом, посмотреть что у нас вообще происходит за ситуация, но конечно удобнее всего работать именно в Excel, поэтому мы нажимаем на кнопку экспорт и выгружаем в Excel файле, итак мы получили наш Excel файл и дальше нам нужно скопировать все данные с этого листа и перенести на новый лист, далее мы оставляем только площадки, удаляем все данные в остальных колонках, они нам не нужны, после этого фильтруем наши площадки, заходим в данные, удалить дубликаты на площадке, все у нас остались уникальные площадки, которые повторяются по одному разу. Следующим действием мы прописываем формулу суммы для показов, кликов, расходов в рублях и конверсии. Формула достаточно простая, мы просто берем значение с главного листа нашей площадки, в критерий у нас подставляется площадка со скопированного листа и диапазон суммирования это то, что мы хотим собственно получить, вот в первом случае это показы, нажимаем ok, то же самое мы производим с кликами и с остальными колонками, которыми нам нужны. Так, площадка, площадка, клики. После того, как мы сделали все эти манипуляции, мы естественно переходим к другим колонкам, мы начинаем с CTR и здесь мы клики делим на показы. По формуле просто, клики разделить на показы и выберите конечно же значок процентного формата и также после этого значок увеличить разрядность, чтобы оно показалось нам просто в более удобном виде и формате и протягиваем формулу. Дальше переходим к средней цене клика, где расход рублей мы делим на клики. Эти формулы дальше мы уже делаем через формулу если ошибка. Расход рублей делим на клики, точка с запятой 0 и протягиваем тоже формулу. Конверсия в процентах высчитывается конверсию, которая обычно делится на клики. Точно так же через если ошибка. Конверсии делим на клики. Ну и цена цели это расход рублей деленный на конверсии. Так не забываем про точку с запятой. После этого обязательно мы копируем все эти получившиеся значения и вставляем их как значение, чтобы мы уже могли работать непосредственно с цифрами и фильтровать их, а не натыкались на формулу. Ну и дальше мы фильтруем получается наш итог по убыванию, по показам по убыванию и CTR выбираем числовые фильтры меньше или равно где-то ориентируйтесь на 0,5 процента. И вот мы видим такую картину. Например мы видим, что на Images Яндекс у нас было почти 43 тысячи, даже почти 43 тысячи показов, 112 кликов, но CTR 0,3 и ни одной конверсии. Но вот здесь сейчас конечно очень важное дополнение, потому что совершенно недавно Яндекс заявил о том, что мы не сможем отключать показы на некоторых площадках, которые принадлежат самому Яндексу. Это касается вот этих вот Яндекс картинок, почты Яндекса и так далее. Поэтому будьте здесь конечно предельно внимательны. Ну и конечно еще такая особенность, например такие сайты как Авито, там Одноклассники, например ВКонтакте и так далее, нужно отключать не сразу, нужно посмотреть, возможно они вам дают именно звонки, к примеру. Если же у вас нет от этих площадок никаких конверсий, ни звонков, ни переходов, либо же не слишком дорогие, если вы попробовали, как я уже говорила ранее, изменить креативно, вам также ничего не помогло, тогда конечно да, отключайте эти площадки. Ну и помимо вот этих вот площадок, конечно еще можно отключить, точнее даже нужно отключить показы во всех мобильных приложениях. Как правило они, этот список вы можете найти как в интернете, а также вы можете их отфильтровать, потому что как правило они начинаются с ру . и вот например вот это вот все это мобильные площадки, которые вы можете также смело забраковывать. Ну и конечно еще также смотрите на домен сайта, потому что если вы рекламируетесь исключительно на России, но там попадается какой-то вдруг случайно белорусский например домен, да, то конечно такая площадка вам тоже не подходит. Ну и когда вы получили готовый список площадок, которые вы хотите заблокировать, вы просто возвращаетесь в интерфейс Яндекс.Директа, переходите в нужную вам компанию, прокручиваете вниз до дополнительных настроек и вот видите поле площадки, на которых запрещены показы. Вот здесь кстати есть даже сразу ссылка на то, как правильно их задать, так что можете ознакомиться. Нажимаете на них и кстати помните, что вы можете добавить не более тысячи площадок, так что будьте очень внимательны и просто вставляете эти площадки. После этого вы можете нажать готово. Ну и кстати сразу вот в этом поле у вас вот с таким вот значком будет показываться площадка, на которой все равно показы не будут запрещены, потому что это площадки самого Яндекса, так что не переживайте вам сразу об этом скажут. Ну и также еще я бы хотела рассказать вам один такой маленький лайфхак, как еще отключить нерелевантные площадки. Это в этом же мастере отчетов мы ставим галочку на вот это вот глубина CTR. Нажимаем показать и смотрим, фильтруем также по показам и по этой глубине CTR. Если показов было где-то больше там 5-10, но глубина CTR составляет от 1 до 2, для интернет магазинов такую площадку также смело можно отключать. Но если у вас лендинг, то это значение значительно сужается где-то допустимое значение вот от 1 до 1,2. Ну и после того, как вы почистили ненужные запрещенные площадки в RSI, трафик должен стать значительно лучше. Вам осталось следить, как это сказалось на конверсиях и время от времени проверять отчеты и проводить вот такие вот манипуляции для того, чтобы чистить нерелевантные площадки. Ну и делать такое действие необходимо достаточно часто, раз в год точно не получится. Ну а у меня на этом все, надеюсь видео было для вас полезным. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно спрашивайте, задавайте в комментариях, я отвечу на все из них. Также пишите свои пожелания, какие бы видео по контекстной рекламе вы бы хотели видеть на нашем YouTube канале. Ну а вы не забывайте подписываться на наш YouTube канал, ставить нам лайки, будем благодарны за репосты в своей соцсети. Также не забывайте вступать в нашу Telegram группу, потому что у нас там проходит живое общение с участниками группы, где вы можете задать свои вопросы и получить на них ответы. Ну а также прослушивайте наши аудио подкасты по пути на работу и заходите к нам в гости в наш Instagram аккаунт. До новых встреч и хороших вам продаж!